Всем огромный привет! У меня сегодня отличное настроение, я хочу с вами немножечко поболтать, особенно на тему комментариев. Ну, скажем так, немножко поделюсь своим впечатлением. Это не будет видео оправдательное или видео обвинительное, совсем нет. И даже не видео про обиды. Некоторые мои ролики почему-то именно так расценили. На самом деле я ни на кого никогда не обижаюсь, я вообще человек достаточно легкий в этом плане. И не понимаю, когда люди копят обиды и вот это вот все. Нет. Мне кажется, что надо ко всему относиться проще и понимать, что жизнь она коротка на самом деле, чтобы зацикливаться на каком-то негативе, как-то вот это вот все нести в себе годами и так далее. Ну, это вообще не мой вариант. Я человек позитив. И знаете, как это мой муж часто говорит, бывают пессимисты, бывают оптимисты, а есть еще реалисты. Вот ты, говорит, у меня точно оптимист. Ну, это люди, которые говорят, мой стакан наполовину полон. Муж мой относит к себя к реалистам. Ну, это я позже скажу, как он их называет. Вот. Пессимисты говорят, что мой бокал наполовину пуст. А мой муж все время говорит, реалист в это время сидит в стороне и чистит автомат. Я не знаю, почему он так говорит, но смысл в том, что реалисты это вообще такие люди, которые, наверное, не ждут ничего от этой жизни. Я всегда надеюсь на хорошее. Вот честно. И в людях в первую очередь я всегда вижу только хорошее. И если со временем человек начинает показывать себя иначе, демонстрировать какие-то странные, не знаю, убеждения там и так далее, ну, конечно, наши пути, скорее всего, расходятся. А вообще я по жизни очень такой, ну, скажем так, легкий человек. Я никому никогда не желаю зла, ни на кого не обижаюсь. Я ко всем настроена позитивно, открыто. И я считаю, что так и надо делать, потому что это жизнь, это нормально. И есть какие-то события, которые мы принимаем, какие-то нет, ну, это уже не важно. Так вот, ну, я не скажу, что на YouTube мне прилетали такие комментарии. На YouTube, кстати, наоборот. Почему-то, видимо, либо аудитория более воспитанная, либо более лояльная, что ли. Я не знаю, почему так происходит. Вот, хотя, кстати, за прошлый год на моем канале YouTube прибавилась аудитория. Ого-го, насколько я даже не ожидала. Очень приятно, кстати. И я рада всем, кто приходит на мой канал. Вот, но вот на Дзен у меня каналу, ну, сколько? Ну, наверное, год. Год, да, вот в январе этого года был год ровно Дзен-каналу. Там чуть больше 20 тысяч подписчиков. И вообще, ну, скажем так, Дзен меня всегда удивляет. Вот, прям признаюсь, честно. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, там все-таки аудитория может быть постарше именно в части возраста. Я не знаю, почему. Но там иногда такие комментарии прилетают. Я просто вообще... Ну, давайте обсудим парочку. И я сразу скажу свое отношение, потому что мне кажется, что иногда вот эти зрители, они не понимают. Они искренне верят, что вот человек пришел, вот он прям вот свое постановил тут на моем канале. Вот, и я должна подчиниться. Я обязана. Как это? Вот вы, вы, вы вообще, вы уберите эти обои и покрасьте стену. Нет, вы должны срочно поменять. Это же какой-то, это же безвкусица. Это же кошмар какой-то. Я вот сижу, читаю иногда и улыбаюсь просто. На самом деле, это не вызывает никакой обиды или негатива. Это вызывает улыбку от той уверенности человека, что он искренне думает, что знает меня. То есть видит меня на экране и уверен, что он знает, как лучше будет для меня. Вот это меня всегда умиляет, вот прям серьезно. Главное, что люди забывают всегда, глядя на блогера через экран, это то, что, ну мне же не 18 лет, правда? Ну даже не 15. Мне 38, я взрослая тетя, у меня двое детей, как бы есть трудовой стаж за плечами и как бы на руководящей должности вообще-то. То есть как бы я прекрасно понимаю, как надо жить. Я давно уже выбрала свой путь, все нормально, у меня нет проблем. Вот, и когда такие комментарии мне прилетают, меня это, правда, умиляет. Нисколько не обижает, это не может обидеть. Потому что вот, ну в моем понимании, обижаться можно на человека, который тебе дорог, который тебе знаком давно, мнение которого для тебя прям вот очень важно. Ты понимаешь, что от этого многое зависит. Но когда приходит абсолютно незнакомый человек, которого я никогда не видела, я просто прочитала комментарий, да, и он пытается там как-то язвить или уколоть, что-то такое обидненькое написать. А потом еще, вот вы обижаетесь? Блин, серьезно? Вы правда думаете, что я обижаюсь? Ну как бы это мне кажется смешно. Вот серьезно. Вот. И недавно у меня была такая интересная переписка с одной зрительницей. В общем, у меня было видео на канале, слушайте, сейчас не помню, ну что, какой-то DIY, что-то я там делала, в общем. А, по-моему, полка была, знаете, трехъярусная такая вот, высокая, которая мне на самом деле была жизненно необходима, потому что там очень узкая такая вот столешница между плитой и холодильником. И ее вообще трудно чем-то занять таким нужным и необходимым. А просто пустую поверхность оставлять это нефункционально в условиях той кухни, которая у меня есть. Она как бы не слишком большая в плане рабочей поверхности. И мне нужна была вот какая-то такая полка, что-то надо было придумать. И, в общем, я увидела в Instagram идею, реализовала ее для себя. Я, кстати, об этом сказала в видео. Вот. И меня просто, я даже не знаю, но меня, конечно, повеселил этот комментарий, когда девушка написала, да, вообще нефункциональная вещь. Слушайте, я вам сейчас прямо прочитаю этот комментарий. Абсолютно ненужная вещь, которая сожрала полезную площадь на столешнице, когда все пространство заставлено, это вообще некрасиво. Это некрасиво. И будет выглядеть захламлено. Получается какая-то выставка предметов, половина из которых не привносит даже никакой эстетики, не то чтобы пользу. У вас же не музей в квартире, всегда все хорошо в меру. То есть человек посмотрел вот эту вот столешницу, вот эту, ну вот эту, да, маленькую, сделал вывод, что это вообще, это некрасиво, это неэстетично, это нефункционально. Ну, то есть с высоты своего жизненного опыта, да, вот как бы, ну, видимо, для нее, конечно, может быть, эта столешница, ну вот она неправильно как-то функционально обустроена. Для нее, повторюсь, не для меня, для меня это мега удобно, потому что мне некуда было положить приправы. Здесь полностью открытое хранение, выдвижных ящиков нет. Сейчас у меня в этой полочке, вот, которую сделал мне муж, спасибо ему, вот, там есть приправы, там есть все необходимые специи, вот они под рукой, прям вот у меня рядом с плитой я готовлю, здесь беру, достаю, все удобно. Вот, ну человеку же этого не объяснить, она же вряд ли задумается над тем, что, а что дальше помимо этой столешницы вот в этой кухне есть? Это же, это же надо, чтобы вот как-то шире подумать-то, ну, то есть, надо прям поднапрячься. А тут раз, вот на тебе, у меня впечатление, сейчас я его напишу. И вот, знаете, честно, я всегда думаю, вот это люди пишут от чего? От недалекого ума? От чего? Почему? И вот со временем, как бы, я на YouTube, в следующем году у меня будет 10 лет, как я занимаюсь блоггингом, 10 лет. И, знаете, за все это время я пришла к выводу, что вот такие комментарии такого рода чаще всего пишут люди, недовольные своей жизнью. Вот серьезно. Человек, когда вот не удовлетворен, его что-то не устраивает в собственной жизни, он начинает это проецировать на других, как бы, типа, перекладывать. А вообще, знаете, есть такое мудрое изречение, все, что вы видите во мне, это не мое, это ваше. То есть, у меня, на самом деле, этих проблем нет. У меня все нормально, все хорошо, как бы. И я не вижу проблемы в каких-то там, например, ой, сколько бесполезных покупок, это же все вообще, это же что, куда потом девать-то. То есть, человек изначально настроен на то, что это проблема, и он ее транслирует и перекладывает как бы на меня. А для меня это вообще не проблема. То есть, я пошла, я выбрала, я купила, я уверена в этой вещи, я понимаю, что я с ней буду делать, зачем она мне нужна. Я сделала свой выбор. И вот такие комментарии, когда прилетают, ну, это, конечно, умиляет просто. Ну, в общем, мы начали с этой девушкой переписываться. Я ей написала, что это вообще не очень умно со своим самоваром в чужое государство. Это тоже как бы не мое, это народное изречение, много лет ему. И на самом деле, мне кажется, что есть какая-то особая мудрость вот в этой вот, в этих народных изречениях. Знаете, со временем их понимаешь. Вот, на что она, видимо, очень обиделась, потому что я ей написала, что прежде чем такие рекомендации давать незнакомым людям, надо сейчас подумать, подумать, а потом писать. Вот, она почему-то решила, что я ей нагрубила, что я очень хамски отношусь к моим зрителям. Вообще, я всегда удивляюсь, когда человек сам сначала напишет какую-нибудь гадость, и если ты отвечаешь ему похожим образом, он прям обижается, прям так, прям закипает и начинает строчить, прям такие талмуды там, всё-всё, тормозов нет, понеслась. То есть, тут в этот момент сразу понимаешь, что человек по факту, да, скорее всего, неадекват. То есть, он настолько в своём вот этом стрессе уже погряз, что здесь необходимо вмешательство специалистов, серьёзно. То есть, как бы, а я не специалист в психологии, я не могу дать отдельный совет, я обычно просто предлагаю людям решать свои проблемы психологические где-нибудь вот у специалистов, потому что я не знаю, как на это реагировать. Я вижу, что человек не понял, я объясняю логически, как мне кажется, а меня не слышат. То есть, надо человеку вот это куда-то своё выместить, выплеснуть, ну и всё. Чаще всего, признаюсь, я блокирую таких людей, потому что дальше второго комментария я вообще стараюсь не заходить, потому что, ну, по сути, вот смотрите, я такой же зритель. У меня очень много подписок на YouTube, немного на Дзен, и я много на кого подписана в Instagram. Мне нравятся очень разносторонние люди, я сама люблю разных таких вот интересных блогеров, причём я не зацикливаюсь, как вот, например, некоторые. Вот если канал по творчеству, всё, я подпишусь. То есть, если не по творчеству, я не подпишусь. Нет. Я чаще всего подхожу немножечко иначе к этому вопросу подписки. То есть, мне интересен человек прежде всего. Не то, что он там что-то ваяет, что-то делает, а сам человек интересен. То есть, посредством вот этого его творчества у меня возникает интерес к человеку как к личности, мне он интересен. И я смотрю, как он думает, как он подходит к выбору, почему он это выбирает. И у меня не просто тупо просмотр, знаете, за пощёлкиванием семечек, это мозг когда отключается. Нет. Я люблю посмотреть именно что-то, ну, по-настоящему интересное для меня. И вот, говоря об этом, есть много интересных блогеров, на самом деле сейчас на YouTube это прям вообще круто, на Дзен тоже классные авторы. И когда смотрю вот такие видео там и так далее, знаете, ну, я, конечно, иногда читаю комментарии, которые люди оставляют, но вот говоря обо мне, я довольна своей жизнью, я довольна своим выбором. Я люблю своих детей, люблю мужа, я вообще, я безумно люблю всю свою семью. И мне нравится украшать мой дом, я делаю это с удовольствием и от души. И со своими зрителями я всегда тоже делюсь этим от души. Ну, то есть, вот, у меня есть настроение, я сниму для вас видео. У меня нет настроения, я не буду снимать видео. Я тоже человек, у меня иногда бывает, что вот, ну, нет настроения, да. И, знаете, смысл, в общем, в том, что вот какой ты сам, вот то ты и несёшь. Вот у меня такое убеждение, что если я сама на позитиве, я и людям несу позитив, я несу радость, настроение, вдохновение. А если человек сам вот такой вот, ну, вы поняли, да, то есть, как бы, то ничего хорошего он никому не даст. Ну, это как бы смысла нет даже ждать. И потому, вот, когда девчонки приходят на мой канал и пишут какие-то такие, ну, тоже иногда весёлые комментарии, мы с некоторыми, знаете, несколько лет прямо общаемся на просторах интернета. Это мои постоянные зрительницы. И мне очень приятно, что они столько лет со мной, и я им очень благодарна за это. И, знаете, по сути, хотя мы абсолютно не знакомы, мы живём, скорее всего, в разных городах, но они как родные. Вот правда. И я публикую видео и прямо с нетерпением жду, когда вот именно она посмотрит это видео и что-нибудь мне напишет. Это так приятно. Это, ну, правда, вот реально как родные. И вот когда приходят такие мимолетные зрители, которые, ну, она даже не подписчик, она впервые заглянула на мой канал, она вообще вот просто. И сразу вот на тебе какую-нибудь... Так что что-то нацарапало такое, знаете, вредненькое, вот такое вот прямо из-под тишка, и побежала дальше. Ну, как бы... А потом ещё пишет, вы обижаетесь. Нет, я не обижаюсь. Я вас впервые вижу на моём канале. Я помню всех постоянных моих зрителей. Особенно если вот вы прям гадость оставили, что-то там такое написали, то вы, по сути, для меня нанобайт. Нанобайт. О котором завтра я не вспомню. Серьёзно. Я помню все хорошие комментарии, я помню все замечательные, добрые слова этих великолепных людей, которые регулярно посещают мой канал. Но весь негатив, который кто-то пытается оставить или что-то мне такое вот написать, гаденькое, вы нанобайт. Вот серьёзно. И не думайте, что я обиделась там или что-то. Нет, не собираюсь даже зацикливаться на этом, даже думать об этом. Нет. Ничего, кроме улыбки, ваши комментарии не вызывают. И, по сути, я о них забываю уже через минут 5-7 максимум. Потому что это неинтересно. Нет. Мои интересы лежат в другой сфере совершенно. Не вот в этой вот пакости. Разводить с вами срач мне неинтересно совершенно. У меня куча других увлечений, гораздо более интересных, поверьте мне. Вот. И поэтому, когда вот пишут такую какую-нибудь фигню, по сути, я всегда думаю. Помните, я изначально вам сказала, что, ну, буквально сколько-то, минут 5 назад в видео я сказала о том, что я довольна своей жизнью, я люблю своих детей, мужа, семью. Я довольна. Понимаете? А когда человек доволен, он никогда в жизни никому никакой пакости не напишет. И я подписана, повторюсь, на многих блогеров, но мне не все их видео нравятся. И не всегда я разделяю их выбор. Что-то мне может не нравиться. Но в этот момент у меня нет желания написать, фу, какую-то фигню выбрала. Чего ты тут вообще, фигня какая-то там. Ну и так далее. У меня даже в мыслях этого нет. То есть я посмотрела, ну да, наверное, я бы выбрала в другом цвете. Или я бы выбрала в другом стиле. Ну или я бы сделала как-то иначе. Ну и все, как бы, и дальше я перелистываю. Если мне видео прям супер понравилось, я напишу комментарий, что вау, это вообще крутая идея, это супер прям вдохновило. Если я ничего такого, как бы вот, ну, не осталось у меня впечатления о том, что это что-то полезное подчеркнуло, я вообще ничего не напишу. Но негатив написать человеку у меня в жизни такой мысли не возникнет. То есть я подумала что-то про себя, о том, что, ну, может быть, мой бы выбор был другим. Ну и как бы все. Меня человек-то не раздражает, потому что человек этот мне интересен. И да, мне интересен его выбор. Пусть он не всегда сродни моему, но это нормально, мы же люди-то разные. Вот. Так вот, это к вопросу о том, какая должна быть реакция, какую реакцию я обычно жду от людей в ответ на мой выбор. То есть я веду себя корректно, как воспитанный человек, взрослый, самодостаточный. Соответственно, какой негатив? Что такое негатив? Ну, как бы вот психологически нормальные люди, психически нормальные люди, довольные своей жизнью и выбором, они не будут никому вредить, они не будут никому, вот это вот, знаете, такое слово есть, дурацкое, да, как-то я его слышала, и они помнят подруги, что ли, говнякать. Я не знаю, что это значит, но вы поняли смысл. То есть человек, если наполнен положительной энергией, если он сам несет положительную энергию, он никогда в жизни никакого вот этого вот гэ никому не пожелает, не напишет, не оставит. Соответственно, если человек старается что-то там прям раскритиковать, что-то такое прям негативненькое оставить, ну, соответственно, вот он сам из этого всего сложен. Вот это в моем представлении. То есть как бы надо лечиться, ну, или как-то очищаться, я не знаю, найдите, найдите выход своей этой негативной энергии, но не в интернете. Есть, конечно, блогеры, которые все это оставляют, сохраняют, я не из них. Я вижу, блокирую, и блокирую чаще всего именно для того, чтобы не думать. Удаляю, блокирую, и все, я забыла. Я прям в эту минуту, секунду забыла. Вот серьезно. Еще иногда, знаете, пишут, все, я отписываюсь вообще. Какую реанцию вы ждете? Что мне надо написать? Я буду рыдать всю ночь. Да нет. Я рада, что вы приняли это решение сами, самостоятельно, что вы достаточно взрослый человек, чтобы понять, что на моем канале вам больше не интересно. Не мучайте себя. Не надо себя мучить. Одна девушка мне как-то написала, слушайте, я еле досмотрела это видео до конца, говорят, что невозможно, это прям раздражает. То есть она 15 минут видео прям сидела, смотрела, терпела. Мазохист. Серьезно, мазохист. Зачем? Зачем 15 минут видео сидеть и мучить себя? То есть ей, ей прям вот ее раздражает, но она, я хотя бы напишу, что меня это раздражает. Блин, серьезно? Ну, правда? Ну, не знаю. В общем, девчонки, мальчишки, все, кто на моем канале. Давайте жить дружно. Знаете, вот это знаменитые слова Ката Леопольда. Давайте будем принимать правильные решения. Если что-то не нравится, то не стесняйтесь это менять. Не надо терпеть. Ну, серьезно. Нравится канал? Оставайтесь, я буду вам только рада. Не нравится канал? Кнопка выключить и все. Все. Ну, это же так просто. Ну, правда. Я думаю, что от всего в жизни надо получать удовольствие. Если вам удовольствие не доставляет этот выбор, то зачем он вам такой? Ну, мне кажется, это немножко нелогично. Поэтому я желаю всем добра, всем отличного настроения, чтобы все у вас было хорошо, ваших близких, чтобы все было хорошо. И не отвлекайтесь вы на все эти негативные мелочи. Кто-то, не знаю, наступил в автобусе на больной мозоль, кто-то там толкнул, пихнул, так далее. Ну, как бы, давайте нести радость. То есть переключайтесь. Эмоции вот эти негативные отбрасывайте, и вы увидите, как все вокруг вас начнет меняться. Серьезно. Это не какие-то вот эти, знаете, настройки типа с курсов и так далее. Это жизнь, и она очень короткая. Мы здесь гости, времени очень мало, и нужно им пользоваться правильно. Нужно прожить этот день правильно. Правильно это значит вам в удовольствии, не кому-то другому, а вам, вам, чтобы было хорошо. Я вам этого желаю. От души. Всем пока.